Выступление Мазаря на чемпионате Европы – отличный повод обратить наше внимание на всю юниорскую академическую гребли и вспомнить о последнем выступлении наших юных кузейсинков Весла, которое случилось на областном спартакаде детской юношеской спортивной школы в Гомеле. Но вначале все же вернемся к континентальному перенству и выступлению на нем воспитанников тренера Валерия Выровича, Виталия Белого и Виктора Гордионко. Сейчас у нас закончился детский чемпионат Европы. Он проходил в Тракая, это Литовская республика. Там два мазаря не участвовало. Это Тихонович Кирилл и Кулик Вова. Мы считаем, что пятое место, я лично считаю, это хорошее выступление. Было 18 стран заявлено, и наши спортсмены заняли пятое место. Что-то областной спартакаде детона тоже удалось нашим гребцам. Правда, как и всегда, тренеры не полностью удовлетворены выступлениями своих подопечных. Им еще есть куда стремиться. Среди местных соревнований у нас было первенство в области среди детских и юношеских спортивных школ. Это первый этап для подготовки перед республиканскими соревнованиями. В данном классе четверок мои подопечные заняли второе место. Конечно, хотелось бы что-то большее, но я тоже считаю, что это неплохо. Одна из тех девочек, кто в четверке парной завоевал серебряную награду – Юлия Савенко. Талантливая и очень трудолюбивая спортсменка, выступавшая, кстати, на спартакаде в нескольких видах соревновательной программы. В одиночке я была четвертая. Это, конечно, не тот результат, который бы хотелось, но все равно хорошо. Я считаю, что я выполнила на все 100% свой результат. В двойке мы были четвертые. Это тоже, я считаю, очень хорошо, потому что были сильные соперники. И в четверке мы были вторые. Это вообще замечательно. Мы очень сильно старались и выбились вторыми, хотя думали, что будет результат намного хуже. Все девочки трепетно относятся к своим результатам. И, конечно же, удачные выступления просто окрыляют девчонок. В четверке мы выступили хорошо, мы заняли второе место. Я не очень довольна, так как я выступила в одиночке. В двойке мы заняли с моей напарницей четвертое место. Впереди у наших героинь новые регаты и, будем надеяться, новые победы. 21-го у нас будут республиканские соревнования в Бресте. Я буду там выступать в одиночке. И в четверке, я думаю, что в четверке мы заедем по призам. Еще одна обладательница серебряной медали – Виктория Ткач. Она пришла в греблю с большим удовольствием. А вот по прошествии времени не разонравился ли этот вид спорта Вики? Не угасли в душе ее огонь победы стремления к спортивному совершенствованию? Нет, мне не разонравилось заниматься греблей. Я хочу дальше продолжать заниматься этим видом спорта. Мне все очень нравится. И сейчас я готовлюсь к остальным соревнованиям, которые у нас еще впереди. Это республиканские дюшеры и Олимпийские дни молодежи. Как и у каждой настоящей спортсменки, есть у Виктории своя заветная мечта. Мне, конечно, хотелось бы съездить на Олимпийские игры и занять призовые места. Вот моя мечта. Бытует мнение, что гребля, мол, не женский вид спорта. Видите ли, он очень тяжел для представительниц прекрасного пола. И не дело это хрупких женских плеч переворачивать галлоны воды, исполняя гребки на тренировках и соревнованиях. А что думает на сей счет Виктория? Я считаю, что академической греблей могут заниматься как мужчины, так и женщины. Этот вид спорта очень хорошо влияет на здоровье и тренировки, и ты становишься крепче физически и морально. Добавим к этому, что четвертая спортсменка этого квартета была Юлия Гуцова. И пожелаем нашим девушкам с веслом новых побед, а также ждем их в числе участниц уже следующих летних Олимпийских игр, которые в 2020 году примет Токио.